Здравствуйте! В эфире программа «Безопасный город», где мы расскажем вам о происшествиях, случившихся на территории нашего региона и о том, что делается для безопасности наших жителей. Смотрите прямо сейчас. Готовность номер один. Службы города готовы к непогоде. Победа над злым газом. Три десятка детей стали призерами регионального творческого конкурса «Добрый и злой газ». «Михай» приходят. Двое из пятерых цыган по фамилии Михай, избивших полицейских, явились с повинной. Без столичной прописки. Контрабанду обезьян и фазанов пресекли сотрудники таможни. Родительский патруль. Общественные формирования созданы при учебных заведениях города. Первый зимний месяц принес настоящую зимнюю погоду. МЧС регулярно предупреждает о возможных последствиях при ухудшении погодных условий. О филиале МРСК Центра «Брянск Энерго» введен режим повышенной готовности. В случае возникновения отключений персонал филиала готов незамедлительно приступить к восстановительным работам. Но каждый человек должен знать основные правила техники безопасности во времени погоды. Упавшими под напором сильного ветра деревьями могут быть повреждены провода линии электропередачи. Чтобы не попасть под напряжение, нельзя приближаться к деревьям, лежащим на проводах, а также к провисшим или оборванным проводам ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии, отходите от провода, не отрывая стопы от земли. Если вы заметили оборванный провод, организуйте охрану места повреждения в радиусе 8-10 метров и сообщите о случившемся по телефону круглосуточной прямой линии энергетиков 8-800-505-01-15. При отключении электроснабжения не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность в электрических сетях. Это может быть опасно для жизни. Не устраивайте временные электропроводки, не используйте генераторы электроэнергии в закрытых помещениях. Такие устройства пожароопасны и выделяют углекислый газ. В помещении отключите все электроприборы. Если отключение произошло в темное время суток, выгляните в окно и проверьте, отключен весь ваш район или только дом. В случае, если отключен весь город, проверьте давление в кране с холодной водой и сделайте запас воды. После восстановления электроснабжения не спешите с включением электроприборов. Убедитесь, что свет не моргает и не плавает. А как правильно обращаться с газом в быту, уж точно знают дети, ставшие участниками регионального творческого конкурса «Добрый и злой газ». С его победителями и призерами встретилась наш корреспондент. Почти всю осень, сколько шел конкурс, они рисовали, лепили, клеили, мастерили, сочиняли сказки, стихи, частушки и даже поэмы. Жюри пришлось постараться, чтобы выбрать лучших в своей номинации. Как сделать так, чтобы «Добрый газ» не превратился во врага и не стал злым? Практически мастер-класс для мальчиков и девочек провели сотрудники «Газпром» газораспределения «Брянск». Никита очень внимательно слушал лектора и даже помогал рассказывать детям о том, почему газ бывает «Добрым». А в каких случаях его лучше не злить? Есть еще слой газ. Он горит оранжевым цветом. Это угарный газ. При одном проценте этого газа в комнате в течение двух-трех минут человек может погибнуть. На конкурс Никита подготовил рисунок и стал с ним одним из победителей в своей номинации. А вот Лиза Каротина удивляла жюри сказкой собственного сочинения и стихотворением. Основное правило запомнятый сейчас. Газ бывает добрым и злым бывает газ. С ним дружить легко, приятно, много от него тепла. И еду им приготовить, и согреет холода. Конкурс «Добрый и злой газ» был объявлен акционерным обществом «Газпром» газораспределения «Брянск» совместно с Департаментом образования Брянской области, региональным отделением общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию» фондом «Благодар» и «Брянской учительской газетой». Принять участие в нем могли как первоклашки, так и учащиеся всех возрастов вплоть до выпускного класса. С детства, когда ребенок будет осознавать и понимать, правильно пользоваться газовым оборудованием, то не будет допущено в будущем нарушений, которые могут привести к серьезным последствиям. Как мы понимаем, конкурс называется «Добрый и злой газ». Поэтому, если его не уважать, он может превратиться из доброго в зло. Все победители получили дипломы и призы от «Газпром» газораспределения «Брянск» и партнеров мероприятия. Лучшие работы талантливых конкурсантов войдут в специально подготовленный сборник «Добрый и злой газ», который будет передан в школы региона. Литературные произведения и списки победителей опубликуют в «Брянской учительской газете». Я подсматривал за вами, развожу сейчас руками. Вы все правила назвали, зло сегодня наказали. Я не буду больше злиться, буду с вами я мириться. Яркий праздник, нескучный разговор на серьезные темы. Ребята, да и их родители с пользой провели время и уже ждут новых интересных конкурсов от «Газпрома». Брянский бывший руководитель управления госрегулирования тарифов и ее сын признаны виновными в хищении более 15,5 млн. рублей. Как установил суд, Калюк способствовал установлению необоснованно завышенных тарифов на услуги по передаче электроэнергии, которые оказывались организациями, фактически подконтрольными ее сыну. На основании таких тарифов у межрегиональной распределительной сетевой компании было похищено более 15,5 млн. рублей. Иванов и Калюк приговорены к пяти годам лишения свободы со штрафом в 200 тысяч рублей с отбыванием наказания в колонии общего режима. С повинной явились полицию, подозреваемые в применении насилия к представителям власти. Напомним, в поселке Большой Полпино 27 ноября цыгане кинулись прикрывать водителя легковушки, которого преследовали инспекторы ГИБДД. Судя по видеозаписи, сделанной регистратором служебного автомобиля, молодчики накинулись на полицейских с досками и кольями. Некоторые цыганки пытались усмирить особо агрессивных парней, но потом сами вступили в перепалку с полицейскими. Пострадало пятеро стражей порядка и патрульный автомобиль. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании виновным меры пресечения. Сейчас устанавливаются местонахождения других причастных к преступлению лиц. Расследование уголовного дела продолжается. Незаконно провести в столицу представители фауны пытались граждане Украины. Птиц обнаружили в поезде Хмельницкий-Москва, а примата в поезде Львов-Москва. Для транспортировки фазанов использовались три картонные коробки. Для игрунков – клетка, изготовленная кустарным способом. В каждой таре по две особи. Товар перевозился без сопроводительных документов и предназначался для реализации в Москве. Перевозчики привлечены к административной ответственности. В Брянске с 2015 года созданы добровольные общественные формирования – родительские патрули. Основная цель их деятельности – оказание помощи детям в безопасном пересечении проезжей части по пешеходным переходам, расположенном возле общеобразовательных учреждений. Особую актуальность данный вопрос приобретает в осенне-зимний период, когда световой день стремительно сокращается, и даже зебра перестает быть безопасной. У нас есть очень опасный нерегулируемый перекресток на территории школы, и поэтому администрация школы и общешкольный родительский комитет решили создать патрулирование родителей на вот этом пешеходном переходе. Не все родители имеют возможность отвезти ребенка в школу, забрать из школы. И вот эти родительские патрули, они помогают обезопасить детей, чтобы дети не смогли попасть в дорожно-транспортные происшествия. Несмотря на наличие учащихся схем безопасных маршрутов движения к месту учебы, в ряде случаев дети, и особенно родители, не пользуются рекомендованными схемами. Маленькие пешеходы при переходе проезжей части руководствуются привычкой, к сожалению, не всегда правильно заложенной родителями. Для того, чтобы обратить внимание на эту проблему, и тем самым способствовать формированию устойчивой привычки строгого соблюдения правил дорожного движения и организованное дежурство родительских патрулей. До Нового года еще три недели, но предпраздничная суета уже началась. Традиционно в преддверии праздников водителям следует морально подготовиться к возможным осложнениям на пути следования, а также соблюдать несколько простых правил, которые позволят не попасть в ДТП и не потерять время, деньги, а может и права. Во-первых, перед выездом проверьте техническое состояние автомобиля. Неотрегулированные тормоза приводят к нарушению прямолинейности движения или к отказу тормозов. Наличие зимней резины не роскошь, а насущная необходимость. Правило второе. Необходимо быть заметным на дороге. Периодически проверяйте исправность габаритных огней. Правило третье. Всегда быть внимательным. Никогда не выезжать на красный сигнал светофора. Уступайте дорогу автомобилям, завершающим проезд перекрестка. Всегда обращать внимание на дорожные знаки. Быть внимательным при выезде с прилегающей территории. Если в соседнем ряду без видимой причины тормозит автомобиль, лучше сделать то же самое. Правило четвертое. Всегда быть предсказуемым. Включать сигнал поворота и не вводить в заблуждение других водителей. Правило пятое. Правильно выбирать скоростной режим в соответствии с требованиями знаков и дорожных условий. И последнее важнейшее правило. Помните, что самые трагические дорожные происшествия происходят по вине нетрезвых водителей. В новогодние праздники количество водителей, у которых было установлено алкогольное опьянение, увеличивается в 2-3 раза по отношению к будничным дням. Отдельное обращение сотрудники госавтоинспекции города Брянск адресуют пешеходам. Будьте предельно внимательны на парковочных площадках возле торговых центров, а также на остановочных комплексах. Ожидать транспорт нужно строго на остановках, не выходя на проезжую часть. Максимум внимания детям. Любые передвижения с детьми на парковочных площадках строго за руку. Ни на секунду не отвлекайтесь на посторонние вещи, если находитесь с ребенком. Его безопасность – ваша главная задача. А сейчас в рубрике «Правовой аспект» очередные три вопроса прокурору. Какие дисциплинарные взыскания могут быть применены к работнику? В силу статьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работникам по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания – замечание, выговор или увольнение по соответствующим основаниям. Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания. К примеру, для государственных гражданских служащих предусмотрено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном должностном соответствии. Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине, не допускается. При этом за каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. Может ли работодатель наложить дисциплинарное взыскание без получения объяснения работника? Согласно статье 193 Трудового кодекса Российской Федерации, до применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работникам не представлено, то составляется соответствующий акт. Непредоставление работникам объяснения не является препятствием для применения к нему дисциплинарного взыскания. Может ли работник обжаловать наложенное на него дисциплинарное взыскание? Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работникам в Государственную инспекцию труда и или комиссию по трудовым спорам или суд в течение трех месяцев с момента, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении его права. При этом приказ или распоряжение работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая время отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом или распоряжением под роспись, то составляется соответствующий акт. И на сегодня это все. Цените свою безопасность, как самое главное ваше право. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова